В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония вручения премии Митрополита в области изобразительных искусств. Церемония началась с выступления детского хора Митрополии под управлением Валентины Королёвой. Митрополитчей премии в области духовной культуры и искусства в номинации «Живопись» был удостоен российский и швейцарский художник Максим Бави за серию «Апостолы». Я рад вам сегодня представить этого замечательного художника. Наконец-то я называю его имя, потому что сегодня владыка-митрополит хочет его труды, его старания отметить в своей премии в области духовной культуры и искусства в номинации «Живопись». И так, друзья, Максим Бави. Спасибо. Дипломы и награды участникам и победителям международного детского конкурса «Красота Божьего мира» вручал иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В позапрошлом году был президентский грант и мы выиграли. Мы в пяти странах должны были проводить выставки ваших детских рисунков. Это была Армения, Италия, Болгария, Польша и последняя была Германия. Четыре страны мы прекрасно проехали. Последняя была Германия. Я прилетаю в Берлин, выхожу из таможенной зоны. Точнее, я еще в таможенной зоне. Только получил багаж, выхожу с вашими рисунками в чемоданах. Меня таможенники тут же останавливают, спрашивают, что это. Я говорю, это детские рисунки. Мне говорят, показывайте, я открываю. И таможенники говорят мне, а дети так рисовать не умеют. Я им показываю уже каталоги с вашими рисунками. Говорю, вот написано Васенька, там 12 лет, вот его рисунок. Тетя Немка говорит, нет, дети так рисовать не умеют. Вот тут я с гордостью сказал, ваши дети рисовать не умеют, а наши умеют. В конкурсе на соискание премии митрополита приняли участие более 150 детей. 35 из них стали лауреатами. Работы юных художников будут представлены на международном конкурсе «Красота Божьего мира», который пройдет в Москве. Санкт-Петербург, город апостольский, его небесные покровители, святые апостолы Петр и Павел, награжденные дети, тоже маленькие апостолы, они рассказывают о главном источнике нашего бытия – добра и красоты.